Смотрите в итоговом выпуске Вестника Северодвинска. Доживут ли старые дома до капремонта? Северодвинсам советуют провести экспертизу. Прокуратура назвала причиной обрушения Макдональдса виновные заплатят штраф. Очередь 300 человек с толпотворением закончился старт продаж абонементов в бассейн. Смертельная ДТП у КСК. Ауди пыталась уйти от столкновения, но столкнулась с БМВ. В городе наступил отопительный сезон. Вы смотрите итоговый выпуск Вестника Северодвинска с обзором наиболее заметных и ярких событий, уходящих с 7 дней в студии Анабибикова. Здравствуйте! На этой неделе к теплу подключили объекты здравоохранения, часть школ и детских садов. В остальные образовательные учреждения тепло придет с 7 по 9 сентября. Жилфонд начнут подключать 10 сентября. В первую очередь потеплеет в квартирах ягринцев. 11 сентября потеплеет в домах, расположенных между улицей Железнодорожной и проспектом Ленина. С 14 сентября подключат кварталы от Ленина до Труда и между Ломоносовой и Южной. 15 сентября тепло будет в домах, расположенных между Труда, Арктической и Коновалова. 16 сентября подключат кварталы ближе к бульвару строителей и за улицей Юбилейной. После 17 и 18 сентября потеплеет в оставшихся микрорайонах. Жители Первомайской, 27, провели обследование дома. На стенах подъезда они обнаружили трещины. Выяснилось, здание требует немедленного ремонта. Правда, платить за это жильцам пришлось из своего кармана. На это люди согласились без раздумий. На лестничных клетках и в квартирах устанавливают железные конструкции. На Первомайской, 27, третью неделю идут строительные работы. Недавно жилое здание тщательно обследовали. Результаты напугали жильцов. Дом 50-х годов постройки требует немедленного ремонта. Обследование этого дома показало, что одна из его стен может в буквальном смысле упасть на улицу Первомайскую. Чтобы избежать трагедии, здесь установили вот такие стяжки. Стоимость работ – полмиллиона рублей, которые оплатили сами жильцы этого дома. Был специалист, осмотрел дом, что нам надо закреплять лестничные пролеты. Если специалисты говорят «надо», я тоже считаю, что «надо». Вдруг дом пойдет уже, к примеру, в нашем дворе Ленина-5. После обрушения части здания на Ленина-5 все так называемые «сталинские дома» хотели обследовать за счет городского бюджета. Но это оказалось слишком дорого. От идеи пришлось отказаться. Чтобы узнать, грозит ли дому обрушение, жильцы могут провести экспертизу лишь за свой счет. Как бы мы не добивались в бюджете в городском этих денег, предусмотреть возможности нет. Мы очень надеялись, что при формировании региональной программы капитального ремонта вид работы как обследование несущей конструкции здания будет включен в перечень работ. Эта работа, к сожалению, не была включенной. Жильцам Первомайской 27 экспертиза обошлась в 150 тысяч рублей. Еще полмиллиона – стоимость самих работ по укреплению стены. Люди недоумевают, почему не включить эту плату в счет капитального ремонта. Он, кстати, намечен на 2038 год. Ведь без работ по укреплению к этому времени ремонтировать будет уже нечего. На данный момент только в ведомстве МУП ЖКК проверен 31 дом. В некоторых случаях эксперты не нашли серьезные угрозы, а где-то требуется немедленное вложение. В этом доме подрядчики обещают закончить работы к концу недели. Вы видели уже внутри? Это конечный этап. То есть там основная стяжка идет на стене. Здесь это фиксируется, тем самым усиливаем стену, чтобы она более не кренилась ее остановить. Жителям домов 50-х годов постройки жилищники настоятельно советуют провести экспертизу. Ведь многие дома послевоенного времени по современным меркам построены с нарушениями. И сказать точно о состоянии здания может лишь тщательная экспертиза. Для ее проведения необходимо согласие всех жильцов на общем собрании и готовность оплачивать еще один счет. Артур Ромих, Андрей Ряхин. Вестник Северодвинска. Что касается обрушения Макдональдса, конструкция не выдержала веса бетона. Завершена прокурорская проверка. На строящемся объекте выявлен и ряд других нарушений. Напомним, конструкция строящегося здания Макдональдса обрушилась 28 мая. Основная причина происшествия – нарушение технологии производства работ. Неправильно выставленная вспомогательная конструкция не выдержала вес бетона и обрушилась. Прокурорская проверка выявила нарушения и других норм строительства. Итак, ограждение перепадов высот более 1,3 метров, то есть выходов на балконы и так далее, значительно были не ограждены. Рабочие на строительной площадке до настоящего времени осуществляют работы без защитных касок. Вскрыты факты нахождения на поверхности земли электрических проводов. За эти нарушения подрядчику грозит штраф от 100 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в Государственную инспекцию строительного надзора. Строительство здания фастфуда продолжается. Рабочие заканчивают доделывать каркас. Архангельский Урал свяжет железная дорога. В Пекине подписано соглашение о строительстве Белкомура. Об этом и других событиях недели в рубрике «Коротко». Проект «Белкомур» предполагает строительство железнодорожной магистрали Архангельск-Сыктывкар-Соликамск. Ее протяженность 1161 километр. Подписание прошло в рамках визита в Китайскую Народную Республику президента Российской Федерации Владимира Путина. Подписи по документам поставили гендиректор Белкомура Юрий Демочкин и генеральный директор Politechnologies Инг Ван Линь. В церемонии принял участие евреогубернатор Архангельской области Игорь Орлов. Подписанное соглашение предполагает, что китайская компания примет участие в финансировании, проектировании и строительстве новых участков. Это 712 километров магистрали и модернизации действующих отрезков. Это 449 километров железной дороги. За три года ограничили проезд по бульвару строителей. Новые знаки там уже действуют. На автодороге появились знаки движения грузовых автомобилей запрещено и ограничения максимальной скорости. Двигаться здесь можно не быстрее 30 километров в час. Такие меры приняты в целях безопасности дорожного движения. Временные ограничения для движения транспорта по бульвару строителей введены до 30 сентября 2018 года. Преференции для граждан из Украины закончатся 1 ноября. Если раньше граждане Малороссии могли находиться в нашей стране без документов 90 дней, а затем просто продлевать срок неограниченное количество раз, то с 1 ноября жить в России без правового статуса они уже не смогут. Украинцам нужно сдать документы на получение патента на работу либо на временное убежище, либо на временное проживание. В Свердвинске сегодня временное убежище попросили 336 человек. Еще 60 граждан свой статус до сих пор не определили. В противном случае применят санкции вплоть до депортации. Впервые в городе начнут прививать от пневмонии. В поликлинике уже поступила вакцина. Врачи советуют делать прививки призывникам и людям старше 50 с определенной группой заболеваний. Профилактику пневмонии можно проводить круглый год. Пока в инъекционной первой поликлинике немноголюдно. Однако за два дня уже 8 северодвинцев сделали прививку от пневмококковой инфекции. Впервые в городе Корабелов иммунитет обезопасят от воспаления легких. Многие такому лечению не доверяют, но есть и такие, кто постоянно защищает организм от гриппа. А теперь и от пневмонии. Стараюсь делать каждый год от гриппа, прививаюсь, очень помогает. А вот в 2012 году даже болела пневмонией. И врач речи сейчас сказала, что если бы не было прививки от гриппа, то вам бы тяжелее было переносить это все. А так я быстренько вылечилась. Так что вот сделала снова прививку. Надеюсь, что не заболею. В первую поликлинику поступило 150 доз импортного препарата. Делать прививку можно только по рекомендации доктора. Например, врачи настоятельно советуют прививаться призывникам. Именно в армии наблюдается бум воспаления легких. А также лицам старше 50. Это у нас, так будем говорить, пробная серия. Раньше этой вакцинации не было, но делать ее крайне важно. Крайне важно ее делать именно лицам, у которых есть хронические заболевания легких, бронхиальная астма, хронический бронхит, сахарный диабет. То есть лица, которые тяжело болеют пневмонией, у которых она протекает нетипично. Прививку от пневмонии несколько раз делают и детям. Взрослым полагается единоразовая инъекция. Защитить себя от болезней можно в любое время года. Вакцинация бесплатная. Серьезных побочных эффектов не вызывает. Вера Белгородская, Родион Саханько, Вестник, Северодвинска. 300 человек выстроились в очередь за детскими абонементами в бассейн «Строитель». Очередь занимали с пяти утра. «Строитель» – единственный комплекс в городе, где детей учат плавать. Как получить долгожданный абонемент, выясняла Ксения Кабанова. В семь утра Вера Васильевна заняла очередь и оказалась во второй сотне за абонементом в бассейн для внучки. Девочка занимается плаванием пятый год. Нарушать спортивную традицию не хотели. Сегодня «Строитель» начал продажу абонементов в бассейн. «Сегодня я пришла, потому что дочь пришла на работу. Я пока в отпуске пришла за направлением, вернее, за бумагами. Мне бумаги она передала, говорит, что ты заботишься, я буду плачу. Но я же не ожидала, что так будет». Только в «Строитель» есть детский тренер по плаванию. Для детей бассейн работает около 10 часов в неделю, 8 часов – для подростков. Есть время для плавания и для группы школ. Абонемент на четыре занятия в месяц стоит около 800 рублей. Это на 200 рублей больше, чем в предыдущем году. «Хотя бы, может быть, по возрастам бы продавать в один день, одним возрастом, чтобы не весь город загонять в один день. Что-то придумать надо, потому что там дело. Стоять и дать. То есть они только один день продают сегодня, да, кушают? Они объявили, что со 2 сентября. Кто успел, тот получил. Потом не успел, тот гуляйте. В этом году я месяц сидела в «Контакте», ждала, когда будет это объявление. Потом я еле дозвонилась, со скольки будут давать. И если мне сказали, что с 9 утра, я уже поняла, что раньше 8 здесь надо просто бежать к 7 утра. Вот, побежали. Детей одних оставили, одни пошли в школу. Чтобы пробраться к кассе сквозь очередь, нашей съемочной группе понадобилось около 5 минут. Родители стоят в фойе бассейна, на лестничных площадках, в коридоре и на улице под дождем. На оформление одного посетителя уходит не менее 10 минут. Всего более 300 человек живой в очереди. По плану выдадут не более 200 абонементов. Родители школьников видят причину в одном – мало мест выделено для детей, дорожки занимают взрослые. Все хотят выгоды, да, естественно, та группа будет дороже стоить, люди будут платить больше денег, ну, соусы, допустим, абонементы, естественно, а бассейн нещет для себя выгоду. На детей оставляют меньше. Надо, чтобы как-то влиять. Все надо строить еще один бассейн, который будет действительно для детей. Бинком открывают, чтобы дети могли там тоже заниматься. Бинком, да, в бинком вообще нет ни одной группы для детей. В году приносим извинения за доставленные неудобства людям, которые здесь находятся у нас, потому что тяжело, они целый день оставили за абонементами. В следующем году мы придумаем несколько иную схему, ну, чтобы людям было комфортно приобретать абонемент, ну, и заниматься, соответственно, нашим бассейном. В результате касса бассейна работала на два часа дольше. Всего за один день продали 300 детских абонементов. Всего в этом месяце планируют выдать 700. А Вера Василина так и не дождалась своей очереди. Спустя четыре часа она вернулась домой без абонемента. Теперь ее внучка сможет пойти в бассейн только в следующем году. Ксения Кабынова, Семен Сомигулин, Вестник Северодвинска. После августовского шторма в квартирах северодвинска появились протечки. Больше всего пострадали жители острова Ягры. За последнее время в управляющую компанию поступило более 50 жалоб. Подробнее Вера Белогородская. С последствиями шторма двухнедельной давности до сих пор борются северодвинсы. Больше всего от ливня пострадали жители острова Ягры. В своих квартирах под окнами они заметили протечки. Многие уповали на межпанельные швы. В управляющую компанию поступило более 50 заявлений с жалобами. Специалисты проверили мокрые квартиры. По их оценке вода поступает через окна. Как правило, большинство жалоб показывается, что протекание не через швы, а через окна выше расположенных квартир. И ситуация осложняется тем, что протекание это происходит уже через окна пластиковые, которые жильцы установили недавно. Согласно постановлению 491-го, окна не входят в состав общего имущества, за которое несет ответственность управляющая организация. Протечки следствия плохого монтажа окон, считают специалисты. Если приглядеться, на каждом втором видна вылезшая монтажная пена. Через нее и поступает влага в квартиры. Иногда из-за негерметичного примыкания к окну. Если происходит протекание снаружи, то шов наружный, который примыкание окна к стене, он должен быть заделан паропроницаемым слоем. То есть для этого используются или герметики, или шпатлевка фасадная. Самое главное, когда вы принимаете окно у монтажников, вы должны проверить все полностью. Не надо на авось просто к этому относиться. Ликвидировать проблему должна фирма, которая устанавливала окна. Но только при заключении договора. Если монтаж окна был частный, отвечать придется собственнику, пояснили в управляющей компании. А по факту протечек в домах обследовали межпанельные швы. Всего за текущий ремонт на яграх сделали более трех тысяч погонных метров. Депутация швов в нашей компании производится таким образом. Люди пишут заявление. На это заявление составляются акты, выходят специалисты. И потом в дальнейшем будет определяться, в каких местах со скрытием или бескрытием эти швы будут выполняться. При установке окон необходимо обращаться только в проверенные фирмы, а также обязательно проверять условия договора. Иначе есть риск дотопить себя или соседа снизу. Вера Белогородская, Родион Саханько, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. ГТРК приглашает принять участие в конкурсе «Ты репортер». Присылайте ваши фото и видео на электронный адрес, который вы видите на экране. Автора самых интересных роликов ждет подарок от нашей телекомпании. Опубликован топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий Архангельской области. Работой месяца стала позиция регионального директора по продаже. Зарплата от 150 тысяч до 250 тысяч рублей. По данным Headhunter, самые востребованные в области специалисты сфер продажи, банки, инвестиции, лизинг, страхование, начало карьеры студентой и строительство и недвижимость. Теперь о погоде. Слово Вере Белогородской. В выходные будет тепло, но пасмурно. А вот в понедельник дождь. Здравствуйте. О метео и астропрогнозах после коротких анонсов. Далее в выпуске. Рекордное количество первоклассников. Звонок прозвенел для двух тысяч учеников. Смертельное ДТП у КСК. Ауди пыталась уйти от столкновения, но столкнулась с БМВ. За заслуги в развитии нефтегазового комплекса на Семмаши наградили работников проектно-конструкторского бюро. Небесная канцелярия о погоде на предстоящие дни. Воскресенье 6 сентября. По данным Гесметио, в Севродвинске ночью ожидается плюс 10. Днем до 15 градусов. Пасмурно, вечером дождь. Ветер юго-восточный, восточный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление будет переменчивым и к вечеру составит 757 миллиметров ртутного столба. А в понедельник температура воздуха ночью 10 градусов, днем 12 градусов. Переменная облачность, вечером дождь. В воскресенье вас захлестнет желание разложить все по полочкам. Вероятно, какое-то дело увлечет до самого вечера. Зато оно будет сделано на пятерку, обещают астрологи. Используйте эту возможность, чтобы разобраться от и до с важными вещами. А вот разборок с окружающими, особенно с близкими, лучше избегать. У меня все. Я желаю вам отличных выходных и бодрого понедельничного утра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 1 и 6 сентября в Северодвинске. ЦКИОМ Вы смотрите итоговый выпуск Вестника Северодвинска и мы продолжаем. Более чем для двух тысяч первоклашек прозвенел первый звонок. Это рекордное количество за последние годы. В 29 школах города, в том числе и сельских, праздник устроили не только для учеников, но и их родителей. Комбинат школьного питания организовал день открытых дверей, а в 17 лицее хвастались библиотекой со штрих-кодами. Кому подавать первый звонок в первой прогимназии не проблема. Первоклашек набрали 120 человек. Зато мальчиков 11-классников приходится заимствовать у 14-й гимназии. Ведь в первой обучается только начальная школа. Подать звонок посчастливилась Ульяне. Живет в соседнем дворе. У меня праздник День знаний. Я к нему готовилась очень долго. Ходила на подготовительные курсы, читала книжки, писала. Готовила прическу, туфли выбирала. Наверное, потому что мы небольшого ростика и худенький позвонили, попросили, можно Ульяну. Я говорю, с удовольствием, она у меня любит публичные выступления. В этом году у нас школьников прибавилось, практически 18,5 тысяч, больше 2000 первоклассников, 11,5 тысяч – это дошкольников. То есть, представляете, вот такая армия в 30 тысяч человек. В 17-м лицее звонок сегодня прозвенел в 50-й раз. В 1965 году школу открыли впервые. Первоклассников здесь нет, пришли те, кто определился с направлением дальнейшей учебы. Это пяти, восьми и десятиклассники. Мы просто захотели то, что я в своей школе очень хорошо училась. Тут учат больше математики, и выбора больше, и чаще всего выпускники хорошо заканчивают, и больше медалистов. С утра вставали, наводили прическу, красиво одевались, подготавливались. В пятом классе, может быть, не все еще определились с направлением своей дальнейшей учебы. И, наверное, к концу седьмого уже определяются способности ребят, и многие начинают понимать о том, что им бы хотелось изучать углубленно математику и физику. У каждой книги есть штрих-код. Сканируем этот штрих-код. Выдача выполнена. И распечатываем вкладыш. Этим нововведением в 17-м лицее решили ускорить процесс выдачи книг и облегчить работу библиотекаря. На обслуживание ученика теперь уходит 5-7 секунд. Обновили и столовую. Теперь она похожа на молодежное кафе. Пищеблок обновят в первой и шестой школах. Цены на уровне прошлого года и до января не поднимутся. Оценить школьный обед смогли и родители во всех столовых в день открытых дверей. Согреться чуть-чуть. Погода такая осенняя. И заодно узнать, чем будет питаться ребенок. 50 рублей, два кофе и булочка с маком. Впереди у ребят много нового. Среди пятиклассников внедрят новые образовательные стандарты. А на учениках начальной школы опробуют систему всероссийских итоговых контрольных работ. Из ЕГЭ по некоторым предметам исключат тест. Впереди также сдача норм ГТО. Анна Бибикова, Семен Самигулин, Андрей Ряхин, Вестник, Северодвинска. Смертельное ДТП произошло на Архангельском шоссе в середине недели. По предварительной версии, погибший водитель пытался уйти от столкновения с КАМАЗом. И выехал на встречную. Об этом и других происшествиях в рубрике «Протокол». ДТП на Архангельском шоссе унесло жизнь 35-летнего Северодвинса. Мужчина ехал на работу в сторону Ягринского шоссе. В районе КСКМ Ауди столкнулась с БМВ. Удар пришелся в левую часть легковушки. Ее водитель погиб еще до приезда скорой. По предварительной версии, за несколько секунд до столкновения с прилегающей территории выезжал КАМАЗ. Он не уступил Ауди. Водитель КАМАЗа внимания на это не обратил и скрылся с места ДТП. Сейчас его личность установлена, с водителем работают полицейские. С их слов, водитель Ауди также пренебрег правилами. Нарушил скоростной режим и не учел состояние дорожного покрытия после дождя. На встречке его занесло. В результате водитель автомобиля Ауди 80 во избежание столкновения с автомобилем КАМАЗ выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с БМВ Х6. БМВ управлял известный в городе предприниматель Сергей Махов. Мужчина занимается строительством недвижимости. В ДТП он не пострадал. У водителя Ауди травмы несовместимы с жизнью. Черепно-мозговая и перелом шейного отдела позвоночника. До приезда бригады скорой помощи его пытались спасти. Но мужчину спасатели незамедлительно надели воротник шанса. У погибшего остались жена и двое несовершеннолетних детей. Около 20 килограммов наркотиков, изъятых из незаконного оборота, уничтожили в Поморье. Запрещенные вещества сожгли в котельной Приморского района. В печи сгорели маковая соломка, конопля, различные синтетические наркотики, курительные смеси и другие сильнодействующие вещества. Также были сожжены шприцы, колбы, весы, упаковочные пакеты и приспособления для курения, приобщенные к материалам уголовных дел в качестве вещественных доказательств. В сети появилось видео аварии на трассе Северодвинск-Архангельск. Напомним, ДТП произошло 26 августа. Владелец видеорегистратора двигается за автобусом 138 маршрута. На перекрестке в притормозивший ЗАЗ сзади врезается Шкода и буквально выталкивает авто навстречку под автобус. Маршрутка даже не успевает затормозить. От удара 34-летняя женщина, водитель ЗАЗа, погибла на месте. Травму получили и пассажиры автобуса. На Севмаше почетными грамотами наградили тех, кто принимал участие в строительстве нефтяной платформы «Приразломная». Мероприятие приурочено к 75-летию проектно-конструкторского бюро. Юбилея оно отметят 22 сентября. Сегодня собрались те, кто стоял у истоков самого грандиозного в истории конструкторского бюро «Севмаша» проекта. Морская ледостойка – стационарная платформа «Приразломная». Ее история началась в 1992 году. Тогда образовалось закрытое акционерное общество «Росшельф». Главная задача – освоение нефтегазовых ресурсов арктического региона. В его состав вошли крупнейшие компании, в том числе «Газпром», «Севмаш» и «Курчатовский институт». На русские деньги, на русском производстве реализован грандиозный проект «Такого в мире нет». Это вы все сделали, уважаемые коллеги. В настоящее время «Приразломная» ведет добычу нефти на российском арктическом шельфе в 55 километрах к северу от поселка Варандей. Строительство началось в 1995 году. При проектировании применили самые передовые на тот момент технологии. Такие, как, например, 3D-моделирование. Отдельного внимания заслуживает нижняя часть платформы, так называемый кессон. Некоторые инвесторы сомневались, что его вообще можно построить. Компания BHP, один из инвесторов, видит, что гигантское сооружение такое получается. Вообще, написал заключение о том, что такой кессон для платформы построить невозможно и вышло вообще из проекта. Тем не менее, «Приразломную» все же построили. В мае 2013 года компания «Газпромнефтшельф» приняла платформу в эксплуатацию. А в декабре того же года начали добывать нефть. На торжественном мероприятии сегодня вручили медали за развитие нефтегазового комплекса. Их получили 13 сотрудников проектно-конструкторского бюро. Корпусник начинал под руководством Валерия Викторовича Бородина, Василия Васильевича Кузьмина. Участвовал в первой поездке в Лондон. Грамотами президента Курчатовского института награждены работники проектно-конструкторского бюро и неработающие ветераны. Эти награды – признание заслуг в освоении арктического шельфа. Сейчас это задача уже государственного масштаба. Артур Ромих, Родион Саханько. Вестник Северодвинска. Вестник Северодвинска о спорте. Трехлетний опыт проведения параспартакиады для подростков и молодежи с ограничениями здоровья. И ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дает положительные плоды. О северодвинских соревнованиях узнали даже в странах Западной Европы. Накануне состоялось торжественное открытие четвертой параспартакиады. Живописный берег реки Короды стал отличным местом для открытия четвертой параспартакиады для подростков и молодежи с ограничениями здоровья и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Адаптивный спорт в нашем регионе бьет все рекорды. С каждым годом количество видов и участников соревнований только растет. А на каникулах о северодвинской параспартакиаде узнали в странах Западной Европы. Только что ребята приехали из Германии, где достойно представили Россию. Мы заняли четвертое место из восьми команд. И самое главное, что сейчас в апреле мы ждем команды Финляндии, Норвегии и Германии в конце апреля месяца уже на наши соревнования здесь, в России. И самое главное, что ответили наши иностранные коллеги, что такое количество видов спорта, которые представляем мы, у них оно практически невозможно. Северодвинская спартакиада давно шагнула за пределы города. В этом году у соревнований уже появились три новых команды. Архангельская школа номер 5, Румбуевский детский дом и Новодвинский дом-интернат. В прошлом году более 1700 подростков приняли участие в 11 видах спорта. В четвертой параспортеаде детей ждут новые соревнования, горные лыжи, сноуборд и уже привычный футбол, баскетбол и многие другие. Картинка мне запомнилась, что мы сразу первое место заняли в областных. И волейбол мы в городе в том году заняли второе место. А потом в область ездили, тоже там играли с девчонками, с командами. Ну, в этом году постараемся первое место выиграть в городе. Своё рвение к спорту более ста ребят показали уже сегодня. Команды Ника и Афродита с большим азартом побегали в забавных эстафетах и получили сладкие призы. Также свои площадки на праздники разместили областная федерация стрельбы из лука, клубы исторического фехтования «Скифы» и «Средневековья», а девушки из конного клуба «Тавро» покатали детей на пони. Константин Мухин, Андрей Ряхин, Вестник, Северодвинска. В Северодвинск приедет Джефф Монсон, американский спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Посетить открытую тренировку и семинар может любой желающий. 7 сентября в Новодвинской Дю США, начало в 13.00. И в Центре развития спорта Норд-Арена в 18.00. 8 сентября звезда мирового спорта посетит Северодвинск. Джефф Монсон выступит в Доме Корабела, начало в 13.30. Дополнительно будут организованы фото и автограф-сессии. И на этом у меня все. Чем удивит нас неделя следующая, узнаем в понедельник. Материалы выпусков вы можете посмотреть на нашем сайте северодвинска.тв. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. В понедельник 7 сентября в Северодвинске ожидается ветер. Севосточный умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать. И к вечеру составит 751 миллиметр ртутного столба. Переменная облачность. Вечером дождь. Температура ночью плюс 9,11. Днем от 10 до 12 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин